Привет, дорогие подписчики и зрители канала! Меня зовут Артур, мы продолжаем играть Beyond 2 Souls. Мы находимся в непонятном месте, куда мы попали после того, как посетили в психиатрической лечебнице свою маму. И нас там схватили после того, как мы остановили ее сердце. Потому что смотреть на ее мучения больше Джоди уже не могла. Ну что ж, давайте разбираться, где мы находимся. Национальный департамент... Нет, национальная защита... Лаборатория национальной защиты, понятно. И выглядит все, надо сказать, очень дорого. Мне кажется, где-то здесь обитает Нейтан, потому что сказали, что именно руководителем этого ведомства он стал. Отслеживание инфракрасное, спектральный анализ. Понятно. Да, это точно он. Я узнаю это дело. Так, может, у него на столе там полезную информацию вчерпнуть можно, пока он не пришел. Мне кажется, сейчас он зайдет просто, и у нас будет серьезный разговор. Потому что то, что происходит в последнее время, это никак не назвать чем-то хорошим. Ладно, просто пойдем. Эйден, ты ничего не зацепляешь? Судя по всему, нет. Не больно-то и хотелось. Красиво, конечно. Прямо, я не знаю. Лаборатория доктора Ксавье какая-то. Это что? Какого? Это где мы находимся? Конденсора мощнее еще не было. Впечатляет. Джоди, рад тебя видеть. Я так за тебя переживал. Ты похудела. Фух. Вроде годы его не испортили. Слава богу. Но главное, жива. Пойдем в кабинет. Ну-ка, садись. Как здоровье? Что с ковулом? Да не очень. Голова еще побаливает. О, прости, я просил помягче. Но они боялись, что ты позовешь Айдена. Где Коу? Дома отдыхает. Я знаю, он хотел как лучше. Не бойся, никаких последствий для него не будет. Как меня нашли? Они следили за тобой со дня побега. Хотели убить. Но я убедил их понаблюдать за тобой и не делать этого. Что произошло с мамой? Нора была не в себе. Врачи допускали, что она может причинить тебе вред. Она бы меня не тронула. Нельзя было рисковать. Я тогда был рядовым исследователем, Джоди. Лишь через много лет узнал, как все было. А зачем это ложь, Нейтан? Какие-то люди притворялись моими родителями. В ДПА хотели обеспечить тебе комфортную обстановку. Подобие обычной жизни. Дом любящих родителей. Чтобы мы могли изучать тебя. Изучать? Изучать? Да кем ты меня считал? Крысой? В лабораторной? Твою мать. Я была всего лишь ребенком. Я была совсем маленькой. Ты была нитью. Нитью между нашим миром и инфрамиром. О таком мы могли лишь мечтать. И что дальше? Ты сдашь меня обратно в ЦРУ. Ты это задумал, Нейтан? Ты здесь потому, что у них есть работа для тебя. Кроме тебя с этим никто не справится. Я должна помочь тем, кто хотел меня убить? Я правильно поняла, Нейтан? Слушай, Джоди... Зачем мне тебя слушать? Ты с ними заодно. Зачем ты лгал мне про мою мать и приемных родителей? Ради денег? Или власти? Или славы? Перестань. Ты знаешь, что это неправда. Я больше ничего не знаю. Мы знаем, что еще одна страна обнаружила инфрамир. Они думают, что смогут управлять им, но даже понятия не имеют, с чем связались. Если существа прорвутся, ты ведь знаешь, что будет, Джоди? Ну, а я-то тут при чем? При том, что ты лучше всех понимаешь инфрамир. Это работа ЦРУ. Хватит с меня. Они предлагают сделку. Поможешь им, и от тебя отстанут. Нормально вообще. Ты знаешь, что будет, если откроется... Не знаю, но с одной стороны, его тоже понять можно, но... Это апокалипсис. Ты можешь этому помешать. По нашим данным, в республике Казирстан узнали о существовании инфрамира. Нашли врата и ведут эксперименты на секретной базе, расположенной в провинции Филханзян. Неизвестно, как далеко зашли их исследования, но мы засекли довольно характерные колебания в инфрамире. Значит, они могут взаимодействовать с той стороной. Твоя цель — разрушить конденсор и всю связанную с ним аппаратуру. Даже если мы уничтожим конденсор... О, какие же все-таки идиоты эти. Затратное предприятие. Это даст нам больше времени, чтобы лучше изучить инфрамир. Очень важно предотвратить нападение оттуда. Зачем они это делают? Вот это вот чисто по-американски. Они не хотят там переговариваться, поделиться знаниями, предупредить их. Им нужно уничтожить просто, чтобы осталось только у них. Здорово! Привет, подруга. Ну да, тоже друзья ищите. Короче, Джоди, ты одна. И тобой снова вертят, как какой-то марионеткой. Не бойся. Я пока не тороплюсь в инфрамир. Хорошо. Не хочу тебя потерять. Рад тебя видеть. И я постараюсь не дать Айдена тебя убить. Но я не отвечаю. Так, начало отличное. Офигеть. Приехали. На казахов похоже. Мне это начинает надоедать. Если не хочешь разговаривать, придется вас убить. Я бы и так охотно убил вас, но зато быстро и без лишней боли. Теперь ваша смерть будет медленная и очень мучительна. Что-то мне подсказывает, если они так хорошо в этом разбираются, то... Ну, в последний раз спрашиваю, кто вас послал? Они могут защититься от Айдена, скажем. Где ты? Тут вообще никого нет! Это точно здесь? Ну, координаты верные! О, как ярко пипец. Допустим, здесь как вам? Не очень? Крыши нет, да? Хорошо, пойдем сюда посмотрим. Что-то здесь тоже не торт. Да и тут, как я посмотрю, не особо хорошо. А вот это вот, по-моему, неплохая какая-то халупа для наших целей. Хорошо, парни, выдвигаемся. Такая метель, что вообще ничего не видно. Причем настолько ярко. Вон там есть дом! Понял! Идем! Так, ладно, приехали. Снимаем лыжи. Черт! Ну, халадина! Что мы тут делаем? Обычная рыбацкая деревня! Информатор нас кинул. Такие дела. Надо двигать, а то замерзнем насмерть в этих сугробах. Три дня. Шли по льду. Жрали снег. И впустую! Черт! Взять бы того, кто нас сюда послал и... Эй! Вы задрали уже своим нытьем! Нечего сказать? Закройте рот! Ребят, я замерзла. Представьте, да, человека, неподготовленному в наши морозы. Ну да, американцы. Она права. Остановимся здесь и переждем бурю. В зиме, говорит, есть один минус. Я выйду на связь со штампом. Минус 30. Так, Райан. Ну, связь есть? Нет, из-за бурана не получится. Все мокрое. Да, я... Все еще злишься, да? Черт, все насквозь промахло. На самом деле парень очень неплохой, но просто уже погряз в своей работе и слишком забрался, по-моему. Сам же не знает, где правда, где ложь. Так, хорошо, что же мне делать? Может, Айден нам поможет? Ребятки, вам костер не развести? Похоже, они не против. Давайте тоже погремимся. Разогрела ладошки? Давай сильнее 3. Тут нам... А, это кофеек. Или чаек. Я отойду. Надо бы посадить. Ну, за 3 дня, по-моему, любой термос бы остыл. Не знаю. В таком морозе, тем более. Да, ничего, мы нормально гуляли. Мороженое ели. Далеко не уходи. Минус 40. В такую погоду не до прогулок. Пойдем куда-то вот в это окошко может залезть. Ой, как тут ярко. Это же кошмар. А там заходишь очень темно, да? Сюда. Джоди, ты не хочешь идти вперед? Ты бы хоть как-то обозначала. Так, нет, ладно. И мы туда пойдем. Не знаю, но на самом деле, если в туалет, то не могла сходить куда-нибудь поближе. Реально пошла уже черт знает куда. Так, подожди. Отлично просто. Это же эти, видите, у нас в Шимбай строят. Он пока не меньше, что больше похож на них. Самый лучший в этих полях вообще. Пройдут где угодно. Так, не то, что они не ступят, но у них пулемет, это, по-моему, не очень хорошо, поэтому давайте... Ты, что это? Что это? Новый секретик. Хорошо. Отлично. Так, а сами мы пойдем быстрее к парням. Это все, конечно, хорошо, но если нас сейчас поймают... Ну, нас сейчас поймают, как вы понимаете, то будет, наоборот, очень плохо. Как-то проехали и лыжи не заметили. Они здесь. Я видела. Где? На главной дороге. Конвой бронемашины. Мимо меня проехали. Тебя видели? Нет. Вроде бы нет. Погнали. Хорошо, двинули. За ними идем! Ветрища, конечно, пипец. А в такой погоде вот нос высунешь, ну, за пять мороза можно вообще легко. У меня нос отмороженный, кстати. К слову, о морозах. Скоро зима. Что-то не знаю, я так реально зимой вдохнула. Посмотрел на эту игру. Бинго! Я люблю зиму. Айден, глянь, что внутри. Да, неплохо. Ну, на самом деле, конечно... А, это под лодки еще? Я-то думал. Хорошо, понятно. И нам нужно как-то открыть эту дверь. Там солдаты. Они грузят ящики. В подлодке. Под лодки? То есть, врата... Под водой. Похоже, внизу подводная база, а на подлодках доставляют грузы. Сколько солдат? Я вижу троих. Пусть Айден их уберет. Ну, допустим, начнем с тебя ни в чем не повинный солдат. По стране. Сейчас будем думать других ни в чем не повинных солдатов. Здрасте. Что? Ну, он как бы по камерам смотрит, и благоразумнее было бы убить его сначала. Не знаю. Хорошо, пойдем. Стой, стой. Не вызываем подозрения. Просто идем. Говорят, они, кстати, вы слышали по-китайски. Что-то среднее между Казахстаном, потому что говорили республика, и... Китаем. По одежде больше на Китай похоже. А можно потише как-нибудь, нет? Где бы нет. Так, все. Хорошо, теперь откроем дверь. Не, видите, они побольше. Ваша страна недостаточно демократична, поэтому вы не люди, которые вас убивают. Ну, один открыт, в принципе... Твою мать! Прости, бог, что-то неплохо шараснул так. Айден, ты как? Нормально? Так, что будем делать? Сюда погрузиться, мне кажется, не получится, поэтому... Не потому что это больше грузовое что-то. Ладно, пойдем просто осмотримся. Идею у кого? Получится. Я умею пилотировать подлодки такого типа. В ЦРУ был тренажер. Ну да, прямо на ней и пойдем. Они ничего не заметят. Идея просто класс. Верное самоубийство. Объясни мне, что ты делаешь? Ищу решение проблемы. Прекрасная идея, но они нас быстро раскрутят. А может, и нет. А врата эти сами собой не закроются, так ведь? Ладно. На расстоянии прокатим. И что? Спустимся на подлодке. Там посмотрим. Я с ней. Ну, а мы как? Готовьте пути отступления. Когда мы вернемся, нам придется уходить очень быстро. Что? Это приказник. Так, ну приступим. Давай с ревчатку. Что-то все интереснее и интереснее. Чувствую, они там наворотили такого. Ты ведь понимаешь, что мы можем не вернуться? Да. Это я сразу поняла. Нет, пока нельзя им управлять Это очень круто, по-моему И чем-то почему-то резко напомнило вас Planet 3 Лед Ощущение поздно На самом деле видимость отличная У нас прекрасно видно коридор, по которому мы идем До самого конца Плохая видимость, это 1-2 метра Снизу вообще подсвечено Значит, понизу и пойдем, около дна Так, ну кстати, сейчас за поворотом направо, по-моему, уже что-то и будет Суровый аппарат Ну посмотрим, как у них тут сохраны Вчера только смотрел фильм «Бездна» Вот это очень напоминает Один из лучших фильмов Джеймса Камерона Если кто не смотрел, то бегом Надеюсь, это не вопрос Так, там у них карман, похоже Хорошо, надеюсь, там не полк сейчас нас ждет Мне кажется, на самом деле, что Да, вот так мы и попались Я впечатлен Твою мать, только не это Другие бы давно раскололись Возможно, муки товарища развяжут тебе язык Мои вопросы просты Скажи, кто вы? Кто вас послал? Как вы узнали про эту базу? И что произошло, когда ты прошла через защитное поле? Твою мать Ничего не говори, поняла? Вот это болезненно Я буду задавать эти вопросы снова и снова Пока ты не ответишь мне Кто вы такие? Мы знали наш пусты Твою мать, что он там делает? Можно ведь и без этого Ответь на вопрос и все сразу закончится Ответь, я прошу Не могу смотреть, как люди страдают Да, побыстрее Мне сейчас необходимо отлучиться Пипец Скоро я вернусь и мы продолжим наш Я не понял Они ему глаз выкололи, что ли? Или оба? Ой, бля, хамуха На этом серия заканчивается Продолжение смотрите через несколько минут Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»